Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Ивановец Алексей Солуков, член сборной России по киндо, представит наш регион на чемпионате Европы в Сербии. Международный турнир пройдет с 24 по 26 мая в Белграде. Сейчас воспитанник тренера Александра Цуканова усиленно готовится. Алексею 17 и киндо он занимается на протяжении 8 лет. Благодаря этому виду боевого искусства Алексей смог познать японскую культуру и постичь самого себя, чем не пример для подражания. Я пришел, был маленьким, пухленьким мальчиком, который бегал с палочкой, которому все нравилось. И я не думал, что я в дальнейшем изменюсь, вырасту так. Но спустя большое количество тренировок я сумел постичь киндо и вырасти. Кинешемка Мария Трепова стала серебряной призеркой первенства России по кио-кусинка и карате. Соревнования проходили в Звенигороде. Конкуренция была серьезной. В общей сложности за призовые места боролись 600 спортсменов из 36 регионов России. В течение дня Марина провела 4 боя. Хотя цель была одна – победить. В последнем финальном бое она уступила сопернице из Казани. Мы осенью прошлого года выступали в Казани. И она также в финале встретилась с этой девочкой. То есть получается как бы матч-реванш. Но ситуация сложилась, скажем так, не в нашу пользу. Именно с тем, что наш поезд отправлялся в 22.05, а нужно было добираться до поезда. И был организован автобус. Основная, скажем так, масса детей вылетела из первенства. И оставалась вот одна Марина. И по моей просьбе организаторы пошли нам на уступки. Немножко сместили ее бой пораньше. И вот это вот все наложилось. Плюс ребенок переживал. Но я переживал, наверное, больше всех. Интересно, что киу-кусинка и карате Марина Трепова начала заниматься три года назад. И спорт ее привела случайность. Вообще меня отправили вместе с братом, чтобы я потом бросила, а он продолжал заниматься. Ну, чтобы ему не было скучно. Но получилось так, что он бросил, а я осталась. В Иванове завершился региональный фестиваль ГТО среди студентов. В нем приняли участие более 120 человек из шести вузов. В программу фестиваля включены 11 видов испытаний комплекса ГТО. Это плавание, прыжки в длину с места, подтягивания, отжимания, бег. Программа рассчитана на два дня. В этом году участников стало больше. И это говорит о том, что здоровый образ жизни набирает число поклонников. 34% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом. От года к году число регистрируемых у нас увеличивается. Как увеличивается число приступающих к выполнению нормативов. Для студентов сегодня это мотивация со стороны руководства высших учебных заведений. Мы помним, что для школьников это дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. В Иванове провели фестиваль боевых искусств, посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие традиционное. Провели его в четвертый раз. Участниками турнира стали более 200 спортсменов из Ивановской и Ярославской областей. Они показали свое мастерство в спортивной борьбе панкратион и килкусинкай карате. Помимо медалей за призовые места, некоторые спортсмены получили специальные призы, учрежденные Росгвардией и Советом ветеранов Ивановской области. Ну и напоследок. Воспитанник текстильщика вратарь Сергей Письяков вошел в расширенный состав национальной команды на июньские матчи против Сан-Марина и Кипра. Ранее он играл только за юношеские, молодежную и вторую российскую сборную. Ожидается, что окончательный состав российской сборной определят на следующей неделе. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова